Расскажите, пожалуйста, о ключевых моментах, которые говорился в обращении губернатора вчера на встрече. Для себя я подчеркнул, практически все, что говорил губернатор, это все ключевые моменты. Развитие образования, медицины, науки, инвестиций, капитала, создание комфортной городской среды, благоустройство дворов, уличное освещение, ремонт дорог. Это все ключевые моменты в той или иной степени. Для себя подчеркнул многое. Самое главное, что действительно, чтобы добиться положительного эффекта, нужно очень много трудиться. Задачи понятны, темп понятен, что отдыхать на этом месте не приходится, и аутсайдерам тоже неохота стать. Поэтому все для себя мы определили основные направления, конкретно, что в первую очередь необходимо решить в Электрогорске для наших жителей, для нашего города. Сегодня утром уже провели достаточно большое такое оперативное совещание с участием всех заинтересованных для того, чтобы уже понимать, кто что делает, когда будут объявлены торги, конкурсы, где проекты заказать, где что подумать, где посмотреть, как в другом городе сделано. То есть задача на самом деле... Ну и самое главное, очень приятно было, что мы прозвучали в отчете и послании губернатора Электрогорск дополнительном выделении денежных средств на капитальный ремонт 41-го детского сада «Гнёзышка», который 30 лет, уже 31-й год, действительно требует ремонта, как и внутренних помещений, внутренней обстановки, так и уличных веранд и прогулочных зонах. То, что денежные средства более 100 миллионов рублей на капитальный ремонт с приобретением новой оборудования и новой мебели уже определены, выделены из бюджета Московской области. Самая главная наша задача, это по результатам конкурсов, торгов, определить порядочного подрядчика, который не подведет и выполнит сеть работы в срок. Потому что нам придется детишек всех из этого сада распределять по другим садам, и чтобы капитальный ремонт не стал каким-то длительным процессом. Во-первых, это и для самих, и для детей, и для родителей будет лишняя проблема. И для нас, чтобы действительно мы до конца года, в декабре уже смогли его открыть, капитально отремонтированным, снова оборудованным, снова мебелью. Для меня сегодня это первая очередная сейчас задача. Вот у нас вечером сегодня будет совещание как раз в этом детском саду с заведующей, с начальником управления образования, с заместителями. Как раз мы будем прорабатывать дорожную карту, план действий, кто что будет делать для того, чтобы все процессы у нас уже пошли, чтобы время уже не терять. Потому что временный ремонт у нас крайне мало, и мы должны все сделать в качественном сроке. А в обращении губернатора, действительно, хочу сказать, что наш президент, наш губернатор, это для меня большие авторитеты, и лидеры, люди своего дела, которые конкретно ставят конкретные задачи, как должно быть, что для этого нужно делать, и как к этому нужно подойти. План действий ясен. Мы все готовы, все вперед. Реализация поручений и президента, и поручений губернатора. Сейчас все к исполнению будет. Для нас сегодня первоочередные задачи объявить торги, конкурсы, аукционы на проведение различных рода мероприятий, работ в Электрогорске, чтобы мы смогли вовремя приступить и начали и комплексное благоустройство дворовых территорий, ремонт и строительство дорог. У нас также благоустройство создания комфортной городской среды. У нас полный перечень мероприятий, по каждому индивидуальная обстановка. Что-то идет быстрее, что-то идет чуть медленнее. В ближайшее время мы планируем открыть новое здание детской поликлиники, запустить его в эксплуатацию. Вчера был подписан контракт на проектирование новой школы на 550 мест. У нас теперь порядка 230 дней будет изготавливаться, прорабатываться проект со всеми альбомами, после чего будет объявлен конкурс уже на строительство этой школы. У нас уже есть большие движения, в том числе и по строительству новой школы, в виде проектирования, чтобы ликвидировать вторую смену. Комплекс мероприятий по Электрогорску с приоритетными проектами все определено. Губернатор поставил четкие задачи, конкретные сроки, готов к исполнению. Уже приступаем. Ну и, конечно, самое главное, важное политическое событие этого года – это выборы нашего президента Российской Федерации, выборы губернатора осенью, которые состоятся. Я приглашаю всех жителей города Электрогорска отдать свой долг, выполнить свою гражданскую, проявить позицию, прийти на выборы 18 марта и проголосовать. Давайте вместе выбирать президента.